приветствую всех любители рукоделия ну вот второй мой отчет о моей вышивке любовь с первого взгляда я уже показывала вот таких вот милых жаб или лягушек не знаю они мне так понравились что я не смогла удержаться их вышить я рассказывала как подготавливала ниточки все остальное и хочу сейчас показать что же у меня получилось вышла я конечно не сильно много тем более что это не один проект их несколько ну вот что я вышила вот у меня получились жабы мальчика вот такие вот лапки вот они и сейчас расскажу почему же трудно тяжко мне дается эта вышивка переводила я нитки анкор в нитки дамы и проблема в том что совпадений практически нет их очень мало и поэтому приходится подбирать эти нитки именно путем проб и ошибок здесь видно как я начали вышиваю потом распарываю потом опять вышиваю потом опять распарываю до тех пор пока не подгоню цвета ниток под те которые меня устраивают конечно сейчас я снимаю при лампе то есть не при солнечном свете поэтому цвета искажаются но в следующий раз я еще при гуманном свете и вот поэтому для того чтобы вот хоть как-то сочетались цвета которые я подбираю чтобы они совпадали с той картинкой которые вам уже показала я вот не знаю перелопачиваю столько много этих ниток цветов ниток и то что у меня есть и потом подкупаю еще но результат мне нравится я получаю истинное удовольствие от того что я делаю что у меня получается а также я сшила и перешивала распарывала бэкстич изначально он должен быть вот таким вот тоненьким где травка с кочкой и где надпись айпо с первого взгляда но когда я начала вышивать его на лапках то он стал практически невидим и мой мальчик получился не совсем яркий и поэтому мне пришлось распускать мне не понравилось а когда мне не нравится и начинаю нервничать мне это тоже не нравится я распустила и сделала черным бэкстич чем две нитки и получилась вот такая по моему вкусу красота а теперь я хочу показать как же я вышиваю вот эта работа вышиваю я на диванном станке и не так что я не запяливаю в рамку этого станка конвои и потом вышиваю я на рамку станка со мной ставлю другую рамку и поэтому вот она у меня двигается спокойно то есть я вот как держатель такой или как подставку ее использую мне так удобно удобно в каком плане в том что сейчас извините а в том что вот можно перевернуть можно заправить ниточки я много способов пробовала и мне понравился больше всего вот этот способ но опять таки каждого привычки свои и пока я вышиваю я опять таки хочу поговорить об одной теме которые меня навевают вот эта вышивка даже можно сказать само название этой вышивки любовь с первого взгляда не знаю для меня это что-то такое таинственное такое интересное завораживающее почему интересные таинственные завораживающие это потому что как бы это так сказать не не опознанное непознанное вообще то есть как можно даже вот у человека который испытывал это чувство как он может объяснить что это такое я вспоминаю я все-таки испытывала один раз вот это вот замечательное чувство любовь с первого взгляда но я могу сказать что это чувство я испытывала когда была маленькая-маленькая девочка мне тогда было сейчас я ниточку найду который вот мне тогда было лет пять-шесть и вот меня мама взяла на конкурс солдатской песни в школе она работала учителем и ее класс участвовал в этом конкурсе выступала очень много классов все пели патриотические песни про войну и вышел один класс и там я увидела то есть глаз как класс все вот в школьной форме какая раньше была и один мальчик посередине был военной форме он такой красивый был в этой форме что не знаю я маленькая была от него взгляда не могла отвести это самое интересное что я помню название этой песни песня Алеша стоит над рекой Алеша 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 в Болгарии русский солдат это когда я вспоминаю этот момент хотя я из детства очень мало чего вот помню но вот этот вот момент вот как будто вот сейчас все краски все эмоции все 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 как будто это произошло вчера такой вот момент то есть это такая вот детская чистая любовь в принципе я этого мальчика в школе то я не видела то есть я узнала как его зовут те же поинтересовалась кто это что это за красивый мальчик кто-то такой мне сказали а потом я его видела вне школы потому что когда я в школу пошла он уже отучился ну вот это теплое чувство я пронесла вот на всю свою теперешнюю жизнь и вот как это вот описать это как яркая какая-то вспышка но это детская вспышка а вот что происходит вот во взрослом жизни я еще такого не испытывала поэтому рассказать описать не могу вот пока я с вами разговаривала получилось так что не ту ниточку вставила и опять я распускаю но ничего страшного вот описание многие сильные мира всего ну точнее как сильные мира знаменитые актеры тоже описывали свои ощущения от любви с первого взгляда например марина владин писала в своих воспоминаниях о том как происходило вот первая встреча с высоцким говорила о том что он сел напротив нее и смотрел на нее в пор не сводя взгляда и она на него смотрела причем не чувствовалось никакого смущения казалось что это не родные люди и в конце концов первые слова высоцкого были наконец-то я тебя нашел ну что-то вот в этом роде и вот тогда она поняла что то этот мужчина будет ее мужем тоже очень красивая история но также это чувство испытали мусульман магомаев со своей женой много кто тургенев тургенева есть тоже рассказ о первой любви вообще вот что же происходит я не знаю я могу наверное объяснить это чувство психология там биология но опять таки что это такое вот во взрослом мире я это не ощущала поэтому могу сказать конечно я думаю что чаще всего это чувство любовь с первого взгляда приходит к нам все таки весной когда все просыпается когда оживает жизнь когда такая как там масло масляное ничего когда появляется первая травка первые листочки когда начинает светить солнышко когда благодаря этому солнышку у нас улучшается настроение когда хочется улыбаться тогда как раз мы и готовы влюбиться и вот одно из объяснений это вот так сказать психологические как психологи объясняют что вот как раз таки происходит с теми людьми которые готовы войти в стадию влюбленности то есть они готовы полюбить у них открыты сердца и вот идут люди по улице по весенние улице и встречается взглядами два вот таких человека которые вот готовы полюбить и происходит вот этот химия как раз я как-то плавно перешла к химии то есть этот биологическому объяснению этот понимая что каждый человек вырабатывает своим гормонам феромоны свой запах и когда ты проходишь мимо было такое что в принципе человек так сказать что не красавец ну те так тянет к нему наверное все таки этот биология такая что объяснить почему невозможно еще не знаю есть но я могу объяснить с такой вот эзотерической стороны когда у нас есть свое биополе и и вот кого-то это биополе большое у кого-то она не сильно большой но она то идет впереди нас и вот в начале биополе встречается с биополем другого человека и вначале знакомятся они и ты уже встречаясь с глазами ты понимаешь что вы это человек или не твой зазвучала музыка такая романтика уже пошла забыл ты все что о чем думал когда увидел этого человека или нет а бывает наоборот первый раз этого человека видишь нам тебя уже так раздражает что ничего ж не сделал ну вот видеть ты его больше не хочешь это такое что что же заговорилась опять распускать буду ничего страшного а еще есть мистическое объяснение я не знаю мне нравится больше всего что человек то есть душа человеческая состоит из двух половинок которые вот ходят по миру ходят ищет друг друга и везет людям которые из половинок становится одним целым и так везет тем которые могут так и не встретить свою половину и вот на небесах уже все предрешено что для этого человека предназначен ну вот уже вот написан вот этот человек а другой не подходит и вот если встречаются люди которые не подходят друг другу то скорее всего затем они просто наверное разведутся тогда уже будет грустная сказка а мы сейчас говорим о веселой о счастливой сказке который счастливый конец это вот любовь которая хотелось бы чтобы она продлилась всю жизнь ведь не зря говорят что самая красивая женщина это счастливая женщина и вот в преддверии праздника весны женственности красоты я бы хотела пожелать всем тем кто еще не встретил свою половинку кто еще не стал единым целым обязательно в этом году встретить свою половинку кто уже встретили свою половинку то никуда ее больше не отпускать оставаться только с ней делать ее счастливее любимее красивее на этой вот такой ноте романтической я хочу закончить свои рассуждения о любви с первого взгляда если хотелось бы чтобы вы написали свои мысли об на эту тему рассказали о своей первой любви то есть не первой любви а любви с первого взгляда если она у вас была вот свои ощущения и что же это за такое чудо любовь с первого взгляда ну а на этом все пока 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 пока